Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Как Китай победил коронавирус? И почему в Европе сейчас такая страшная ситуация? В Китае живет наша коллега, режиссер и актриса Валя. Она уже два года находится в Китае. И вот она нам рассказала, какие же меры предпринимал Китай и почему Китай уже возвращается к нормальной жизни. Давайте послушаем Валю. Друзья, всем привет, меня зовут Валентина. Два года я проживаю в городе Шанхай. И два месяца у нас длится карантин. Поэтому сегодня я расскажу вам всю информацию, что происходит в Китае, какие меры проводятся, и они проводились, снимают ли карантин в Китае или он остается. И как не унывать дома и оставаться здоровым. Как у нас все начиналось, наверное, все знают историю о докторе-офтальмологе, который первый заявил о наличии коронавирусной инфекции в городе Ухань. К сожалению, он и погиб в борьбе с этой коронавирусной инфекцией. Сейчас он является национальным героем для китайцев. И как только в первый же день он заявил о наличии коронавирусной инфекции вообще в Китае, в этот же день к нему приехала полиция домой и попросила, скорее приказала подписать заявление о том, что он не прав, что его теория не верна, что он ошибся, иначе это грозит. Сами понимаете, почему его семье, его близким непосредственно ему. Партия все скрывала до того, как распространение действительно началось сильное. Я тогда была в Южной Корее, в Южной Корее еще об этом не знали, к этому относились как к обычному гриппу, возможно, в Китае. Вот, поэтому все было, маски были. Я приобрела большое количество масок, на меня смотрели как на инопланетянку, зачем тебе 50 масок, вот, потому что это так не все серьезно было. Я позвонила друзьям в Шанхай, я говорю, что там, как у вас? Я говорю, купите, наверное, маски. Они говорят, а масок-то нет. Через пару дней я вернулась, прилетела обратно в Шанхай, когда я прилетела, аэропорт был полностью пуст. В Южной Корее аэропорт был заполнен, все люди были в масках, было очень страшно, потому что в основном в Китае, в Южной Корее, да, люди ходят как бы в масках иногда, когда болеют, но не в таком количестве, просто на каждом была маска, и это было обязательно. Вот, в Шанхае же уже аэропорт был пуст, то есть те рейсы, которые прилетали, да, люди были, но те, которые вылетали, абсолютно пустой был аэропорт. Таксист сказал, что я ждал вашего заказа как бы 5 часов, потому что люди просто такси не вызывают, некого забирать, вот, все боятся, все люди сидят по домам. И вот теперь давайте сравним разницу менталитетов, нашего, допустим, менталитета, менталитета людей в Европе, в Италии в той же, и менталитет китайцев. Насколько они законопослушные? Вот мне кажется, что в этом залог успеха, потому что изначально, как мы восприняли ситуацию поначалу? Ну, вспомни. Ну, мы бы сначала просто восприняли ее несерьезно. Где-то там, на севере Китая, какой-то карантин, где Китай, где мы, и, естественно, нас это никак не может коснуться. А в Китае люди слушаются приказа. Если был отдан приказ не выходить на улицу, если выходить только в маске, они слушают за этого приказа. То есть они законопослушны. Когда нужно было выйти из дома, обязательно, это такое правило, у меня лежит маска, лежит гель для рук, антисептик. Вот мой must-have перед выходом на улицу. Это мои маски, КФ-94 корейские. Я приобрела их в Южной Корее. Осталось у меня порядка 10. Вот моя маска, которую я сейчас одену. Гель для рук 62%. И карточка входа в ЖК. Без нее тебя не выпустят и не впустят обратно. Вот. И должен приявлять. Это показатель того, что ты живешь в этом комплексе. Первые дни, да, я вообще забывала маску. Я выхожу и понимаю, что люди на меня смотрят. Ну, тем более, ты не можешь из ЖК выйти, потому что охрана тебя просто не выпустит из комплекса. Вот. Но когда ты выходишь на улицу, еще не дошел до охраны, и понимаешь, ой, ну, я забыл маску. Но ты как бы не напоминаешь сам себе, потому что люди на тебя смотрят как-то сумасшедшее. Ну, как бы, где маска? Почему ты без маски? Еще и плюс иностранка. Это вообще... Ну, поэтому маску невозможно было забыть. И в целях безопасности все были просто в масках, хотя в Китае в тот момент их не было. И говорили, что... Я видела объявление, что их прислали из Украины, из США. Вот. И скорее всего, что это правда. Но в тот момент в этих странах, в наших странах и в Европе вообще не было пандемии, поэтому помогали как кто могли. В Китае не работали заводы, как бы масок не было где достать. Уже потом по указу президента, да, они начали работать, делать маски, и шить их кто как мог. Но представьте себе, на такое количество человек столько масок. У тебя же не должна быть одна маска. У тебя минимум должно быть 20-30 масок на одного человека. По поводу вот ношения масок, это даже не обсуждалось. Никто не выходил в парк, никто не гулял. Я очень хотела моя, как бы, украинская душа. Хотела вырваться, хотела на велике покататься. Но вот первые две недели нет. Очень боялись, как бы, только максимум за продуктами, скупиться на несколько дней и вообще забыть, вот, и быть дома. Правило, вот, начало карантина, все начинают со страшной силой сметать продукты все подряд, потому что ничего не будет. Но потом людей попускают, и продукты, в принципе, из магазинов не исчезают. Но у нас пока никуда не исчезли в Киеве. Гурочки горячие, картошка горячая. Это даже не по поводу эпидемии, это любой форс-мажор, все дружно бегут за продуктами и вычищают полки, потому что кажется, что еды не хватит на всех. Но по итогу еды хватает. Я в супермаркете, и еда есть, и есть. Крупы тоже есть, вот. Единственное только, что гречки нет. Ну, ее никогда в Китае нет, поэтому это нормально. Еды полно. Но самое главное, что здесь есть, здесь есть. Та-да-та-там. Туалетная бумага. Вот она, целыми пачками. По поводу туалетной бумаги. Вы знаете, в интернете мы с Таней такое читали, что почему у нас пропала туалетная бумага. Потому что говорили, что китайцам рекомендовали с собой носить рулон бумаги и вот не браться за руськи, за кнопки лифта, а взял так бумажечкой, протер, нажал и потом выбросил. Валя этого не подтвердила. Она говорит, что она о таких случаях не знает. Правда? Не знаю. Ну, может в разных провинциях Китая по-разному. Но я не знаю, я заходила в магазин, и еще ни разу такого не было, чтобы не было туалетной бумаги. Вот сейчас во время карантина. Но то, что я тоже там, допустим, покупаю больше, чем обычно, потому что я просто не хочу ходить в магазин каждый день. Потому что нужно выстоять еще минут 15 на улице, чтобы я туда запустили, потому что это стояние в маске. Ну, только лишь поэтому. А так, ну, пока чуть-чуть продукты есть. Хотя цены понемножку повышаются. Это я заметила. У нас же такая ситуация. У нас объявлен карантин, но тем не менее люди выезжают на шашлыки, люди ведут некоторый привычный образ жизни. Вы знаете, что самое неприятное в этой ситуации, что выясняется, что всем не то, что в одной лодке, а вот я конкретно, Таня, наши близкие, зависят от каждого человека. Поскольку у нас граждане вообще не законопослушные, у нас демократия. У нас демократия иметь свое мнение, ничего не знать, не читать, но мнение свое иметь. Вспомни, как мы были в Китае в том же, и мне, вот лично мне, потому что я такая же, как и вы абсолютно, мне сказали, вот на зиплайне мы собирались покататься, мне сказали, снимать нельзя. Ну, как нельзя, знака нигде нет, ну, это же, ну, как бы, я гражданин свободной страны. Наташа все время пыталась включать свою камеру, пока она просто, ну, не запуталась на этом зиплайне, впрочем, там могла бы просто случиться авария на этом зиплайне. Ну, как же, у меня же есть свое мнение, почему я должен слушаться. У нас средняя демократия. Мы не против в никаком случае демократии, но вот когда вот случается такая вот ситуация, когда все-таки нужно четко следовать каким-то правилам, им нужно следовать. Когда только заявили, когда я прилетела в Шанхай, обратно из Южной Кореи, все было страшно, потому что людей вообще не было на улице. Не было, как бы, официального приказа, вот, сидите дома, не выходите, потому что будут штрафы. Как бы, была паника, была паника, несмотря на то, что Ухань далеко находится от Шанхая, была паника во всем Китае, начиная от Гуанчжоу, заканчивая Пекином. Вот, поэтому люди все сидели дома, все боялись выйти, никто не выходил, но, скорее всего, это, знаете, такая коллективная сознательность. Китайцы вообще, они очень такие сплоченные, в борьбе с пандемией, с вирусом, как бы, было заявлено, что лучшая борьба с вирусом, это сидеть дома, это сидеть дома, находиться дома, уделять время своей семье, своим близким, куда вы можете пойти, это можно пойти только за продуктами. Поэтому в этом плане китайцев можно только аплодировать, потому что, ну, просто даже это не обсуждалось, чтобы выходить на улицу, где-то гулять с кем-то. Только вот, можно было, я первые дни гуляла по своему жилому комплексу, вокруг, кругами ходила, и то людей практически не видела. Ну, кто-то на машинах выезжал, кто-то заканчивал еще свою работу, ну, в принципе, все просто закрылось в один момент, просто раз, и все, не было такого, что кто-то ходит в борьбе, там, чтобы закрыть ресторан. Нет, он просто был закрыт. Возможно, были штрафы по этому поводу, но, как-то вот так вот сплоченно, никто не боролся с тем, чтобы людей гонять с улиц, как сейчас в Италии. В Италии им сказали сидеть дома, ну, весь мир уже облетели кадры, мэров, которые обращаются с экранов к своим избирателям, просто матерятся, и требуют у них, чтобы они сидели дома. У них люди умирают, они все равно гуляют. На входе того кошмара, что у них происходит, они все равно гуляют. Менталитет итальянского народа еще как-то страшнее, чем наш менталитет, то есть они вообще никого не хотят слушать. Я буду гулять, пусть даже мои друзья-родственники умирают, а я все равно буду гулять. Но я этого, честно говоря, не совсем понимаю. Почему мэры должны гоняться за кем-то по пляжу и запрещать играть в какие-то игры на свежем воздухе? Вот этого вот я не понимаю. Потом мы спрашиваем, типа, а почему в Китае так, а почему, допустим, у нас так? Знаете, говорят, типа, статистика маленькая, статистика маленькая. Ребята, когда коснется кого-то, не дай Господь, из ваших близких или вас, вам будет наплевать на цифры статистики. И тоталитарное государство, вот как не прискорбанное для демократии, все-таки показало свою эффективность вот в борьбе с такими форс-мажорными обстоятельствами. Друзья, я бы еще хотела поговорить о наших домашних животных, наших любимцах, наших кошечек, собачек. В общем, идти с ними гулять или не идти, сдавать их в приют или нет, потому что в Фейсбуке такой ажиотаж. Я вирус, я не вирус. Что делать, сдавать, уезжать, гулять, передается, не передается. В общем, друзья, официально еще нет зарегистрированного случая передачи коронавирусной инфекции от домашнего животного к человеку. Если бы это было так, в Китае бы уже половина людей заболели бы, потому что китайцы очень любят домашних животных, у них у всех есть собачки, они их всех любят, со всеми ходят гулять, и ни у кого никогда не возникало вопроса сдавать в приюты, не сдавать или выгонять эту собаку. Поэтому это все бред. Конечно, если вы идете гулять в парк, я не знаю, на улицу, звоните своему соседу, другу, пойдем погуляем с собачками, у вас собачья тусовочка есть, и вы идете все вместе гулять, это неприемлемо. Если, допустим, вы гуляете со своим соседом, и он чихнул на руку, у него нет маски, он потом погладил свою собачку, или где он был до этого, вы не знаете, в каком магазине, где он гулял со своей собакой, в общем, непонятно, он погладил вашу собачку, погладил свою собачку, вы пришли домой, ваша жена погладила эту вашу собачку, которую сосед погладил, это вообще полнейший бред. Поэтому гуляйте наедине со своей собакой, где-то в парке, на свежем воздухе, пожалуйста, не зовите своих соседей и друзей, собака лучший друг человека. Кстати, подписывайтесь на наш канал, потому что мы будем показывать вам, как живут люди не только в Китае во время карантина, но и в других странах. Да, ставьте лайки, пожалуйста. Ставьте лайки, и вообще-то у нас канал о путешествиях. Поэтому мы будем показывать, конечно, и путешествия, вы знаете, и у нас особенность нашего канала, кто не знает, мы будем рассказывать все честно, и о путешествиях, и о том, что мы думаем, и в какие ситуации мы попадаем, и как из этих ситуаций выходить. Вот, собственно, и карантик у нас, тоже как выйти из этой ситуации. Это такая жесткая ситуация для всего мира. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, будем вместе выходить из этой ситуации. По поводу зарплат в Китае всех интересует, конечно, этот вопрос. Вот, изначально первые две недели, когда все началось, это все как бы не обсуждалось, потому что у людей была небольшая паника, и как бы было не до этого. Но потом, как бы уже хочется всем кушать, и тем более Гонконг объявил о том, что тысячи долларов на каждого гражданина Гонконга они выделяют. Поэтому это как бы некое вызвало возмущение материком Китая, как же нам, а как же нам. Поэтому все зависит от работодателя, от их контрактов. Конечно, от 30 до 50 процентов государство уплачивает зарплаты, то есть люди без денег не остались. Что касается иностранцев, тут, конечно, уже посложнее с нами, потому что тут бы как бы своих китайцев прокормить, а еще и вы здесь сидите, понимаешь. Поэтому кто как, у кого как, кто как с боссом договорится, тут уже в полицию не пойдешь, тут бы как бы пандемию побороть, а полиция сейчас твоими вопросами заниматься не будет. Вот, да и как-то с иностранцами это все сложно решать, это все надолго, поэтому лучше оставаться в хороших отношениях со своим работодателем, нежели держать какой-то конфликт. У всех контракты разные, кому-то выплачиваются, кому-то нет, но вот по поводу китайцев, да, в основном выплаты есть. В Китае, допустим, если человек, особенно иностранец, приезжает, или у него высокая температура, или признаки респираторного заболевания, или, не дай Господь, тест на коронавирус положительный, но у него, допустим, легкая форма или без симптомов, ему просто на телефон, на телефон устанавливают приложение, по которому можно отслеживать его местоположение, местонахождение. Вы знаете, нам в комментариях уже писали, что и в Польше такое, что вам могут прислать смс и попросить сделать селфи и отслеживают вашу локацию, где вы находитесь. Вчера представитель Госкомитета по здравоохранению Китая заявил официально о том, что в принципе в Китае борьба с вирусом закончена, Китай здоров, город Ухань, как мы знаем, уже открыли, его открыли для внутренних авиа и грузоперевозок, поэтому все как бы хорошо, но Китай закрыли. Несколько дней назад правительство объявило о том, что Китай полностью закрывается от иностранных граждан, и китайцы имеют право только на рейс один раз в неделю международный, и это только тот рейс, когда самолет летит, допустим, в Европу или США с масками и с тест-системами и оттуда же из Европы или США забирает своих граждан. Иностранцам полностью вход, въезд в лед на территорию Китая запрещен. По этому поводу у меня есть очень много друзей, которые работали в Китае, но которые поехали в связи с коронавирусной инфекцией, покинули Китай или в связи с Китайским Новым Годом уехали в Россию, в Украину, в Белоруссию, и которые сейчас находятся там длинное время, они просто в шоке, потому что сейчас такая же ситуация, которая была в Китае, она происходит в Европе и у людей нет работы, конечно же, они хотят вернуться в Китай, чтобы начать работать, начать нормальную жизнь, и получается, как только они сбежали от вируса из Китая, они получили вирус в Европе. Вот хотя Китай уже объявила об окончании эпидемии, но мы получили вот буквально вот только что сообщение от Вали, и она пишет, что некоторые города Китая опять переходят на карантин, то есть я так понимаю, что там опять нашли зараженных людей, то есть мы все-таки как они держат руку на пульсе, сразу же опять несколько городов на карантин. Мне кажется, все-таки нужно попробовать сохранить и демократию, и при этом учиться соблюдать правила, ну так что подписывайтесь, ставьте лайки, мы надеемся, что наше видео вам в этом поможет. Вот смотрим наше видео, и до новых волнующих встреч, и ярких вам путешествий, и здоровья, и здоровья, пока!